Я к своей любимой теме все. А откуда ты бы тогда черпал свою мотивацию для реальных тренировок, чтобы встретиться в бою с Даней рэкбистом? Потому что это противостояние, согласись, не выйти побиться, а просто отработать время. Я вообще на любой бой выхожу побиться и не отработать время, а подраться. Понимаешь, и выходя на бой с Кокляем, я также выходил драться. Я дался как мог, может, с точки зрения бокса это было, не очень круто смотрелось. Но когда я на себя смотрел со стороны, я смотрю, иду вперед, попадаю, бью. Допускал ошибки, очень много боковых дел, надо было больше прямых работать. То есть, ну, допускал ошибки. Бой с Даней рэкбистом, ну, это другой бой. Это другой бой. Я пять лет назад еще дрался с ребятами из своей категории. Это другой бой, другая подготовка, ну, немножко другая. Это разное, просто разное. Все, как понять, ну, с одним ты дерешься так, а с другим ты дерешься по-другому. Вот и все. Откуда мне брать мотивацию, выиграть мою мотивацию? Вопрос вот такой, более конкретный. Вот смотри, допустим, ты узнаешь, что примерно там через два месяца, да, утвержденный бой с Даней. Вот ты, честно, вот с этого момента ты, допустим, ты жестко пошел бы пахать уже? Или тебе вот было бы не собраться уже так, как там, знаешь, раньше, там, на любителей? Пошел бы, пошел бы работать, естественно, тренироваться. В принципе, в моем образе жизни, да, сейчас очень-очень тяжело тренироваться. Я говорю о чем-то. И с Мишей, когда я готовился, я тебе говорю, я готовился в отелях, я готовился, понимаешь, на улице, я готовился вот там, где только можно. Вот, естественно, даже, ну, бой с ригбистом, допустим, там, сказали бы дату, да. Я вообще предложил, в принципе, я почувствовал то, что после Миши, у меня есть еще запал, я прямо сейчас готов выйти, там, 12 марта, я с ней с ним подраться. Вот, на что ригбист отказался по своим причинам, ну. Кстати, я опубликую причину сейчас, если не против. Да, по его причинам, да. Ребята, надо уже сказать, да, что, как и почему. Я даже, у меня тут записано, чтобы не играть в испорченный телефон. Я уверен, что там было что-то, вот, он там вызвал Залузини, еще и так далее, и тому подобное, что-то в этом роде. Нет, кстати, даже не так. Просто на шару выскочил вот так против Михаила Кокляева, ну, не готовился, ничего видно было к бою, у тебя руки тяжелые, функционалки вообще не было. Так, ну, выскочил нормально, и все, что он нашел. Ну, это кулачные бои, мне кажется. Где, да, просто вы, мне, вот, сын, вы мне все время говорите про ригбиста, где Даня Рейксдрас на кулачных боях? Ну, вот объясните мне, где он дрался в топовых промоушенах? Где он дрался хоть с мастером спорта? Где? Я видел, как он падал от мастера спорта по боксу, это был Зеленхан-пулеметчик. Я видел, как он бил бойцов, у которых ходят в шортах, понимаешь, как узнать боеца. Не, ну все начинали со стрелки, да? Да, как боец, знаешь, как узнать, боец на стрелке, это боец или это какой-то, блин, или какой-то никто. Ну, хотя бы по экипировке, да. У него просто даже шорты просто будут с карманами. Вот и все. Ладно, ну, давай, что там делать. Смотри, то, что ты пошел драться с Кокляевым, это ладно. Да. Но вот если ты проиграешь, то тогда уже актуальности боя нет, и тем более ужасно подрался. Ну, это его личное мнение, я считаю, что я подрался нормально, вот. И учитывая, какой он профессионал, он профессионал, мастер спорта по боксу, видимо, Даня регист, и он очень круто подрался, ну, это его мнение. Я считаю, что я подрался, я показал духа, характер, и пацаны, которые со мной в команде, и люди, которые, в принципе, работают со мной, да, и профессиональные спортсмены, все говорят. Так, и забит Маганин Шамели Шарипов, говорит, как Слава хорошо подрался. И мне это важно, понимаешь, я не Даня регбист, который не дрался уже несколько лет нигде, и говорит, там, типа, он показал говняный бой, поэтому я не буду с ним драться, но извините. А ты считаешь, что это неубедительная причина для отмены вашего потенциального боя? Нет, конечно. Смотри, вот, просто, я слышу, как у тебя... Смотри, я дрался так, как мне давала оппозиция, понимаешь, как мне давала оппозиция. А как ты это видишь, вот у меня, вот это было, как ты с Даней тогда видишь свой бой? Как ты с Даней, я не вижу в Даней сильного крутого соперника, где вы в нем его увидели? Просто назовите хоть один крутой бой, где он вышел и вырубил крутого мастера спорта по боксу. Хоть один бой, хоть кандидатом мастера спорта, хорошо. Назовите видео, где он выиграл хоть просто ПММ крутой бой. Просто взял и выиграл крутой бой каким-то там рычагом локтя, каким-то крутым приемом. Сушистом. Ну, сушистом на стрелке, ну, понятно, что там было. Не, ну, прикольно же было с Адмишем, прикольно. Вот просто, понимаете, ну, у тебя, вот у тебя и у Чибиса, я у вас вижу, что у вас немножко такое, знаешь, отношение к регисту. Придято, ты меня обвинял в этом неоднократно. Можно, можно, я скажу? Придятое ко мне отношение, да, и немножко к регбисту. Вы поймите то, что спуститесь немножко на землю и поймите, что регбист такой же боец, как и я, по такого же уровня. Он там ни круче, ни это, он не дрался несколько лет. Что он может мне сопоставить? Я дрался. Артем, а я не об этом, не об уровне говорю, а подготовку. А что, ты говоришь, как он работает в зале? О том, как он тренируется в зале? Нифига себе, как он работает в зале. Ну, он тренируется, набирает кондиции. Видишь, а ты говоришь, что сейчас ты сам не можешь собраться для набора формы. Почему я у тебя эти вопросы задавал? Еще раз я тебе говорю, если будет бой с регбистом, я выйду с удовольствием, подерусь и покажу такой бой, который понравится всем. Вот и все. Ты себя в поединке, в топ-доге с ним считаешь себя фаворитом? Да. Большим? Нет. Я не считаю себя большим фаворитом, во-первых, потому что у меня больные руки, во-вторых, потому что я, в принципе, никогда не дрался на голых кулаках. Но все равно ты фаворит в противостоянии. Я фаворит, так как я более профессиональный спортсмен, чем он, и провел намного больше боев, чем он в своей жизни. Судя по последним боям, мне кажется, ты вообще полностью растренирован. Рогбист Паша в зале, мы когда были на сборах при Эльбрусе, он приезжал к пацанам, вот к нам. Мы готовимся, мы все выступаем, и он стоял в парах, ну, достаточно при его образе жизни, то, что он считает, ну, не выступает никогда, он в нормальной форме. Слушай, я стоял тоже с пальнями, и с мастерами бокса, и с международниками, и это мы можем обсуждать бесконечно. Но давайте бой покажет, кто реально сильнее. Ну, а для тебя с ним, если вот ты выйдешь на бой, это принципиальный бой будет, или либо так вот, ну, выскочишь, как вот с Михаилом? Нет, конечно, я более-более ответственно отнесусь к этому бой, потому что он мне более важен. Там главный момент еще, Артем. Когда я с тобой снимал интервью... Давайте вправде вот с ним выйдем, вот правда, вот этот промоушен. У тебя хорошая панацея. Вообще будет хорошо, голые кулаки, он же хотел это, голые кулаки, рейтинги на канале. Че, шамбэк все смотрит, такой, да-да-да, ребят. Я просто уже устал, ты знаешь, ты рыбись, вот ты выдержишь. Не, послушай, там обновление информации, я тебе говорю, главный момент еще, на самом-то деле, я такой точно. Смотри, когда с тобой интервью снимали, ты говоришь, если я выиграю, Михаил, как лево, то и в цене ты, наверное, подрасту. Ты понимаешь, к чему я клоню? Сейчас Даня не готов тебе миллион платить. Не готов, пускай они платят. Если ты найдешь сторонние инвестиции рекламные, окей. Нет, если Даня не готов тебе платить миллион, значит, он не хочет этот бой. Мы с ним по рукам ударили, сказали, что мы будем драться за миллион рублей. Потом я что-то сказал, я сказал, он как профессионал, если я выигрую бой, то он может мне добавить. Но я не сказал, что он обязан мне добавить, я сказал, что я выйду все равно за миллион, даже если я выигрую Михаила Кокляева. Ну, сейчас там о миллионе вопросов нет, как раз-таки после этого поединка с Михаилом Кокляевым. Я сказал, что это уже личные эти, потому что я считаю, что я сегодня стою миллион рублей, а то и больше. Я вот с рэгбистом разговаривал, он категорически не хочет с собой драться и списал тебя просто. Ну, не хочешь, не хочешь. Тёма уже. Ну, не хочешь не надо, я же не тороплюсь. Не хочешь не надо. Понимаете, не я слился с боя-то получается, а он слился с боя. В общем, смотри, вопрос с рэгбистом. Так что, ну, если этот бой зрители считают актуальным, значит он будет. Если его зрители считают неактуальным, значит его не будут. Я предлагал просто встретиться, даже поговорить с ригбистом Я говорю, давайте встретимся, пообщаемся Он же в сале предлагал тебе спарринг без камер Без камер Он говорит, если у тебя остались какие-то эти Я говорю, ну без камер, мне это не интересно Зачем делать без камер то, что мы можем сделать на камеру А почему? У тебя какой главный мотив? Я блогер Я блогер, я работаю на камеру Так у вас там сначала недопонимание стояло Не о вопросах контента Пойми, что у меня там На сегодняшний день Это очень большой козырь, мне кажется, у тебя в кармане Который можно продать этот бой Продать-то эту тему можно Продать бой, можно все сделать Просто на сегодняшний день, ударяя себя по руке У меня нет там какого-то жесткого конфликта с ригбистом Нету к нему какого-то негатива Я считаю, что парень хорошо двигается Он хорошо делает свое дело Он в этом молодец, он профессионал Видно, он профессионально ведет топ-дог Большой молодец Я как бизнесмен тоже, дальше как человек, который в этом давно Все Дальше мне там выяснять с ним в зале, кто сильнее, для чего Прийти там в зале поработать как-то Если там приехать, где-то позаниматься в одном зале вместе Можем выяснить, но можем спокойно поспарринговать, конечно Но приезжать мне там, знаешь, выбирать день Ехать в Москву, чтобы подраться с данией ригбистом Выяснить, а кто вдруг нас знает А кто вдруг на самом деле сильнее Нет, Тёмка, понимаешь, респект какой тебе будет, нет? За что? За столько, там, уже года два, да, вот это все Такая год небольшой Я говорю, респект был бы, если бы это, я бы в этом все знали А не так, что я приехал, об этом никто не знает Да это зальется, мне кажется, с каких-нибудь там, с телефона Вот так, что я разлился Не-не-не, там условия больше, что вообще никаких камер, ничего Я уже без камер-то и тогда предлагал, когда мы у Амирана Я говорю, пойдем, мы у Амирана во дворе поделим Короче, это долгая история с ригбистом, которая может обсуждаться всегда Если ригбист готов делать бой, давайте его делать Если он не готов, давайте к этой теме больше не возвращаться Вот все А вот как думаешь сам, кому важнее вот сейчас этот бой? Тебе или ему? Мне сейчас, вот честно, у меня столько сейчас планов по боям Вот у меня сейчас с АМС, с Первым каналом, с Рентивиду переговоры, с нашим делом То есть боев реально очень много И для моего медиа, мне бой сейчас с ригбистом, мне в принципе ничего не даст, я считаю Почему? Он даст, знаешь, типа увожу, вот ты его выиграл, ты молодец Все, но ему, если он меня выиграет, он ему даст очень многое То есть в этом плане ему этот бой, конечно, выгоднее, чем мне Слушай, мне кажется, даже если ты бы уступил бы в этом бою, ну вы бы подрались именно, да? Он бы вам двоим много дал профита Возможно Ты пошел бы на кулаки Возможно, я ошибаюсь Я никогда не дрался на кулаках, поэтому, возможно, я ошибаюсь Просто, ну, я говорю, ты знаешь, вот эта тема всегда вокруг Вот, кто бы подрался? А этот выиграл бы, а этот бы выиграл Блин, а этот выиграл, а? Волков выиграл три раунда, три раунда В конце третьего раунда получил, блин, от мешка и проиграл, понимаешь? Александр Волков Александр Волков, да Зато вернулся как Зато вернулся как, да, избивал его с тренером Понимаешь, здесь обсуждать то, что, типа, либо давайте делать бой, либо давайте об этом не разговаривать, вот и все Ну, давайте над этим всем подытожим Главный тейс Да что у вас вот сторона вот, рэгбиста, вы за рэгбиста, вы топите, я здесь Куда меня, понимаешь? А там я разговариваю, ты с Тарасовым, наверное, вы как-то остановитесь уже все Хорошо, я подвожу итоги, я на сегодняшний день готов выйти на бой с рэгбистом Все, на его площадке топ-дог, можем выйти на нашей площадке, наше дело по ММА Можем на его площадке топ-дог выйти по ММА, да, там изменить правила Мы же можем, мы же сами все диктуем правила, мы все можем, так что так Ну уже, то есть, ММА Что? Ну, Артем, так если что это? Нет, ну, конечно, по ММА, это я мамашник в первой очереди Ну так, если что, кулаки Нет, так-то кулаки Где миллион, там и кулаки То есть, нет, ну, мне без разницы Кулаки, миллион Я уже даже, понимаете, меня хейтит этот народ Меня зритель хейтит Я выхожу драться в чужую вообще сферу Бокс это не мое Для меня сделать два удара, схватить, все задушить, придушить Поэтому он спрашивает, почему ты, типа, с Мишей Кокляевым Да, ты дрался? Потому что у меня нет, у меня нет такого, понимаешь, что Да, за два месяца ты не подготовишься Да я давно, бой, я знал про бой за месяца два, то, что у вас будет Вот, за два месяца ты не подготовишься, ты и школу себе не поменяешься Что такое бой? Бой это состояние эффекта То, что ты делал всю жизнь, то ты и делаешь Я делал всю жизнь, знаешь, что я делал? Вот так вот брал за куртку людей Бил башкой, кидал и делал болевой Вот и все У тебя боевой сам бы был? Да